МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале ТВ21+, программа новости. Меня зовут Ольга Володина, и мы начинаем. Еженедельная ярмарка «Наша рыба» продолжит работу. На эти цели Министерству природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства выделят больше 6 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис. Деньги предоставят в качестве субсидии и направят на финансовое обеспечение затраты на организацию торговли. Напомним, что социальный проект «Наша рыба» появился в 2019 году. На ярмарке северяне могут приобрести рыбную продукцию по ценам на 25-30% ниже рыночных. В 2021 году запустили формат мобильной продажи. За несколько лет фудтраки побывали в 20 населенных пунктах от Никеля до Кандалакши. Еще одно постановление, подписанное главой региона, касается семей участников специальной военной операции. Им будут выплачивать единовременное пособие при поступлении ребенка в первый класс. Размер материальной помощи чуть больше 5200 рублей. Выплаты не будут зависеть от уровня дохода и будут производиться одному из родителей, усыновителей или опекунов на каждого проживающего с ним ребенка-первоклассника или ребенка, который пойдет в школу в следующем году. Тем временем заполярные студенты и курсанты встретились с ветеранами специальной операции. В военном учебном центре Мурманского арктического университета они провели урок в формате живого диалога. Бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, ответили на вопросы ребят и поделились своими историями. Олегу Конышеву за 50. Но, несмотря на возраст, в мае прошлого года мужчина добровольцем отправился в зону СВО. На фронте стал санинструктором. Сейчас он эксперт по посттравматическому стрессовому расстройству. Возвращает к привычной жизни участников боевых действий. Своими историями с удовольствием делится с курсантами военного учебного центра Арктического университета. Говорит, больше 30 лет назад и сам выпускался из этих стен. Многие военнослужащие не могут показывать свои лица. К сожалению, из тех, кто возвращается с войны, не все могут говорить и не все хотят говорить, потому что для кого-то нужна пауза в пару лет, для того, чтобы просто все это дело для себя осмыслить. И поэтому мы ежедневно встречаемся с молодежью, потому что наконец-то вспомнили про военно-патриотическое воспитание. Студентов интересует практически все. Вопросы подготовки, мотивация бойцов, их чувства и переживания. Для Станислава Кнышова встреча – возможность задать вопрос личного характера. Я родом с города Рубежного, Лугатской области, так что мне очень важно знать, я очень переживаю за свой родной город. То есть я сначала буквально специально военной операцией за этим слежу. И вот мне хотелось бы так сказать, с первых уст узнать, что происходит там, как все на самом деле. Мероприятие посвящено Дню Героев Отечества, которое 16 лет уже отмечается 9 декабря, в день учреждения Ордена Святого Георгия, одной из высших военных наград России. Кирилл Горпиняк, Владислав Крущев, ТВ21+. С января по октябрь этого года в Мурманской области по вине водителей пассажирских автобусов и маршруток произошло 16 ДТП, в результате которых один человек погиб, еще 40 получили ранения. Такую статистику приводят региональные автоинспекторы. Чтобы снизить количество аварий с участием общественного транспорта, дорожная полиция проводит профилактические мероприятия. На одном из них побывал Данил Скуратов. Оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» – частые события в графике заполярных инспекторов. Они проверяют документацию и техническое состояние транспортных средств. Зачастую нарушения у водителей маршрутных такси незначительные. Разный рисунок шин на оси, отсутствие шипов или неработающие световые приборы. За первые полчаса рейда инспекторы остановили 4 маршрутки. А после движения микроавтобусов по улице Лобова прекратилось вовсе. По мнению сотрудников ГИБДД информация по нашему рейду уже прошла по чатам водителей. И, например, вот водитель 62 маршрутки решил встать недалеко от остановочки и стоит, ждет, пока все это мероприятие закончится. Аналогично и с выездом с базы. Оттуда вообще никто не выезжает и мы стоим просто ждем. Несмотря на это, несколько водителей все же получили заслуженные штрафы. За неисправный ручной тормоз и световые приборы. До 13 декабря, именно в этот день, закончится мероприятие. Заполярные дорожные полицейские планируют проверить большую часть автобусов региона. Дэнил Скуратов, ТВ21+. Тем временем пять муниципалитетов Мурманской области получили новые школьные автобусы. Парк техники обновляется ежегодно в рамках стратегического плана на Севере жить. 12 новеньких желтых автобусов с надписью «Дети» выстрелились в ряд перед центром образования Лапландия. Ключи от машин получили представители Мурманска, Манчегорска, Оленигорска, Печенского округа, зато за Озерск. Вся техника оборудована тахографами, системой спутниковой навигации «ГЛОНАСС» специальными мигалками. В этом году это уже вторая партия спецтранспорта. В первом квартале муниципалитеты уже получили 9 машин. Потребности практически в значительной степени удовлетворены, но автобусы, понятно, которые 4 года назад были предоставлены, 3 года назад, постепенно-постепенно мы тоже будем выводить из эксплуатации, обновляя, поставляя новые. На сегодняшний день среди автобусов, используемых для перевозки детей, не осталось ни одного старше 5 лет. За 5 лет парк обновился 76 новыми машинами. Их приобрели в рамках нацпроекта образования и стратегического плана «На севере жить». Фестиваль профессии и выставка колледжей и вузов региона проходит в Центре опережающей профессиональной подготовки. Главная задача – помочь школьникам определиться с будущей карьерой. Ребята на мастер-классах смогли попробовать себя в роли флотаторов, электриков, педагогов и не только. На фестивале профессии Никита Смирнов представляет апатитский филиал МАУ. Студент учится по направлению высоковольтная энергетика. С собой из апатитов Никита привез наглядный макет, с помощью которого он подробно рассказывает и показывает, что происходит при обрыве проводов ЛЭП и как в этом случае себя вести. Почему нельзя делать большие шаги, нужно идти плотными маленькими шагами. Потому что ноги у нас выступают как две точки, между которыми происходит разный потенциал. Таких проектов на фестивале много. Здесь в предприятии ищут будущих специалистов, а колледжи и вузы – потенциальных студентов. Но главные посетители фестиваля – школьники. Для них представители организаций показывают различные технологические процессы. Например, как получить никель. Данный сосуд мы отправляем в пульпу. Пульпа – это смесь твердого и жидкого. Никель осаждается снизу, а медь как раз выталкивает воздух наверх. Таким образом мы выталкиваем медь от никеля. Ребята могут познакомиться с профессией не только в теории, но и на практике. Здесь школьникам предлагают побывать в роли повара, горняка, спасателя, педагога, строителя. Мы подготовили мастер-класс по росписи стен с помощью трафарета. Ну, такой простой, удобный способ. И подготовили мозаику избитой плитки. У нас после учебной практики остаются кусочки плитки. Мы не выбрасываем, у нас все идет в дело. По словам организаторов, фестиваль – это уникальная профориентационная площадка. Знакомить школьников с рабочими профессиями начинать с шестого класса. Важно помочь ученику определиться с направлением как можно раньше, чтобы на этапе обучения не пришлось менять колледж или университет. Надеюсь, мы сформируем у школьников Мурманской области понимание того, что именно наша область предоставляет такие возможности. И даже если они поедут поступать, допустим, в столичные вузы, то они вернутся к нам, потому что возможностей здесь много. Я напомню, что в рамках плана «На севере жить» у нас в том числе была предусмотрена именная стипендия губернатора Мурманской области. И те ребята, которые поступают в наши колледжи, учатся в течение года на отлично, они могут получать стипендию в 10 тысяч рублей ежемесячно. Фестиваль профессии будет проходить три дня. За это время познакомить с рабочими профессиями планируют около двух тысяч школьников. Александра Пескова, Максим Кравченко, ТВ21+. Благотворительный фонд «Добрый мир» открыл четвертую точку раздачи добрых обедов в Мурманске. События приурочили ко дню волонтера, который отметили накануне. Получить суп и второе теперь можно каждое воскресенье на улице Бабикова, дом 3А. Это территория Веденского храма. Там бесплатной едой угощают нуждающихся жителей окрестных домов уже около месяца. И, как отмечают волонтеры, количество северян, которые приходят за добрым обедом, растет. Если 5 ноября их было 8 человек, то в декабре уже 23. Максимальная мощность точки – 50 человек. Кроме того, продолжают работу и другие пункты раздачи еды в Мурманске и Коле. Точные адреса вы можете узнать, перейдя по QR-коду на экране. К слову, в Заполярье широко развито волонтерское движение. 22 тысячи участников, 683 добровольческих проекта, более 4 тысяч мероприятий в год. Вот некоторые цифры, отражающие масштаб работы волонтеров в нашем регионе. Огромное количество добрых и отзывчивых людей живет в областном центре. Итоги их работы подвели в молодежном пространстве Сопки. Там прошла интерактивная спикер-сессия «Территория добрых дел». В ней приняли участие действующие волонтеры и те, кто только планирует ими стать. Самых активных добровольцев по итогам года отметили благодарностями. Вы всегда рядом, вы ленточки раздаете, вы участвуете во всех мероприятиях. И вот эти синие куртки, я волонтер, да, это говорит о том, что вы неравнодушные люди. Вы делаете все от чистого сердца. Многие северяне в этом простом слове находят себя и посвящают помощи другим целую жизнь. Несколько лет назад заполярные добровольцы работали в тяжелых условиях коронавируса. Сейчас помогают на различных праздниках и мероприятиях. Собирают помощь для бойцов в зоне СВО, помогают пожилым северянам справляться с трудностями. И делают это бесплатно. Хочется сказать не просто теплые слова, а слова огромной просто благодарности тем молодым людям, которые тратят свое время, все свои силы, энергии для того, чтобы помогать другим людям. Что может быть почетнее и престижнее. В честь дня волонтера, который отмечается по всему миру 5 декабря в молодежном пространстве СОПКИ Центр профессионального развития молодежи прошли спикер-сессии, в которых поучаствовали волонтеры Победы, Движения Первых и волонтеры Медики. В конце встречи ребята получили благодарственные письма главы администрации и города. Данил Скуратов, Владислав Хрущев, ТВ27+. К новостям спорта. В Мурманской области официально появилась федерация серфинга. Уже весной следующего года в регионе планируют провести первые соревнования по этому виду спорта. Какие еще перспективы открывает появление нового объединения? И кто те люди, которые готовы укрощать ледяные волны? Узнала Элина Шагенова. Мы привыкли, что серфингом занимаются загорелые парни в шортах где-то на Гавайях. Но ледяные волны арктических вод тоже давно уже покорены экстремалами. А с созданием в Мурманской области федерации серфинга горизонты для них стали еще шире. Амини Женатаевой исполнилось 23 года. И в свой день рождения она не стала наряжаться в платье и задувать свечи на торте. Вместо этого туристка с Казахстана решила узнать предел своих возможностей. Об арктическом серфинге была давно наслышанном. Поэтому отправилась на Кольскую землю и попыталась встать на доску. Я счастлива. На самом деле я безумно. Посмотрите на эту природу. Это не описать словами. Нужно ехать, нужно пробовать. Это тяжело только в голове. Разум не дает зайти в холодную воду, но гидрокостюм не дает холоду проникнуть. Жарко, тепло, настроение отличное. Мурманская область – одно из самых популярных направлений внутреннего туризма в России. Желающих оседлать волны холодного Баренцева моря тоже становится все больше. Как среди туристов, так и среди северян. Хотя серфинг зависит от погоды, полный флет, то есть гладкая вода без волн – не повод отменять тренировку. Наоборот. Это отличный шанс для новичков познать азы серфинга, отточить технику, почувствовать себя уверенно на воде. В больших полных, но для человека, конечно, опасно. Люди, когда первый раз заходят в воду, они не знают, с чем они столкнутся, особенно когда у них доска вместо с ними. Серфинг – это все-таки экстремальный вид спорта, и особенно в холодной воде, поэтому он таит себе много подводных камней. Но если вы к этому готовы, если вы знаете технику безопасности, то все у вас будет хорошо, гидрокостюм вас согреет. Один из активных популяризаторов серфинга в Заполярье – Александр Незовец. Начинала с саббордов. Девушка руководит базой в Минькино. Позже добавились уроки арктического серфинга. И, наконец, сбылась мечта. Вместе с единомышленниками она организовала федерацию серфинга Мурманской области. Это позволит проводить официальные соревнования по этому виду спорта. Конечно же, мы заточены под то, что мы планируем в марте, в апреле месяце провести первый чемпионат по серфингу региональный здесь для наших местных ребят. Для того, чтобы мы могли присвоить им категории и отправить наших ребят выступать уже на чемпионате России. Еще несколько бонусов. Возможность сформировать сборную Мурманской области и получить финансирование от государства. Вероятно, водные виды спорта и туризм теперь получат новый виток развития на Кольском полуострове. Элина Шагенова, Максим Кравченко, ТВ21+. А пока профессиональным спортсменам предлагают померзнуть, но не в воде, а в специальных криокамерах. По мнению специалистов, холод хорошо влияет на мышцы после серьезных нагрузок. И такие процедуры помогают восстановлению тканей. Подробности узнала Александра Клепцова. Минус 110 градусов по Цельсию. Такая температура может убить человека, а может способствовать лечению. Криотерапия используется при бронхитах, дерматитах и артритах. Сначала стоишь, замерзаешь, а потом резко замерзаешь, но в какой-то момент перестаешь мерзнуть совсем. В период перед тренировками данная процедура тренирует выносливость. Очень активно показано в период подготовки к соревнованиям. И если мы говорим после активных физических нагрузок, то это восстановление нервно-мышечного аппарата. Активно выраженный энергетический эффект, что тоже будет очень полезно нашим спортсменам. Поэтому Министерство здравоохранения предложило Минспорту использовать уже имеющиеся криокамеры. 92 человека, которые сейчас являются кандидатами в сборные России, могут воспользоваться услугой через центр спортивной подготовки. Процессы тренировочные очень длительные. И они часто бывают на выездах, потому что надо выступать на соревнованиях. А перед соревнованиями надо адаптироваться к тому климату, куда они приезжают. Поэтому разъездной характер очень часто. Поэтому как только приезжают в Мурманскую область, мы организовываем мероприятие восстановительного характера. Первым пройти процедуру предложили пауэрлифтеру Дмитрию Кобзеву. Он описывает ощущения, как прыжок в купель после сауны, но гораздо мягче. Я думаю, что я буду, если будет такая возможность, на регулярной основе. Потому что я по ощущениям чувствую, что это очень хорошо будет сказываться на восстановлении мышц в период тяжелых тренировок, либо подготовки к соревнованиям, либо в отдыхе каком-то активном. От классической закалки процесс отличается. Пациент постоянно находится под наблюдением. Врач осматривает человека, контролирует каждый его шаг. Напоминает защищать руки, ноги, голову и кончик носа. Самые уязвимые для мороза части тела. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня в Кандалакше минус 12, минус 14 снег. В Умбии возможны осадки, около 12 градусов ниже нуля. В полярных зорях также возможны осадки до минус 16. В Апатитах минус 16, минус 18 снег. В Кировские осадки до минус 16. В Кавдоре облачно с прояснениями, осадков не ожидается. В Мончегорске столбик термометра опустится до минус 17. В Лавозере переменная облачность без осадков. В Оленигорске минус 15, минус 17, без осадков. В Никеле осадков также не ожидается. Минус 16, минус 18. В Заполярном до минус 18. В Североморске без осадков минус 14, минус 16. В Мурманске переменная облачность около 15 градусов ниже нуля. А это были все новости к этому часу. В студии была Ольга Володина. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин